Дорожные службы продолжают устранять последствия сильного снегопада. За сутки выпало более 40 сантиметров снега. Снежные заносы коммунальные службы убирают максимально оперативно. Подробности в материале Шамиля Гулиева. Коммунальная дивизия не отступает и достойно держит удар от снежной стихии. За сутки из Товольска вывезли более 3000 кубических метров снега. На улицах города задействовано 85 единиц уборочной техники и более 40 дорожных рабочих. Уборка продолжается на всей улично-дорожной сети. На магистральных улицах города Тобольска уборка была организована в круглосуточном режиме, что позволило в оперативные сроки привести в нормативное состояние проезжей части на этих автомобильных дорогах. Подрядными организациями принят ряд мер по усилению техники для проведения работ внутри микрорайонов. Снегопад принес и опасность на дорогах. На территории обслуживания Тобольского ГИБДД произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. 7 апреля федеральная трасса Тюмень-Ханты-Мансийск почти каждый час становилась свидетелем ДТП. Их в этот день было 5. К счастью, никто не пострадал. А вот 9 апреля без печальных последствий не обошлось. Автомобиль КамАЗ, водитель которого не справился с управлением, съехал с дороги. В результате чего он пострадал и был госпитализирован. В связи с чем, хотелось бы еще раз напомнить, что дорожные условия пока желают лучшего, поэтому нужно учитывать скоростной режим, безопасные дистанции. Инспекторы ГИБДД советуют воздержаться от дальних поездок. Тем более температура за окном в ближайшие дни будет плюсовой. А это значит, что растаявший снег сделает дороги скользкими и непредсказуемыми. Кстати, к ожидаемому появлению воды на дорогах и микрорайонах и ее откачке коммунальные службы полностью готовы. Основными участками подтопления являются те участки, на которых отсутствует централизованная система водоотведения. Это в основном микрорайоны старой застройки, такие как четвертый микрорайон, восьмой микрорайон. Есть несколько участков в десятом микрорайоне. Подрядная организация укомплектована достаточным количеством специализированной техники и механизмов для того, чтобы эти работы провести оперативно и максимально эффективно. Работы по откачке воды начнутся сразу после потепления. Шамиль Гулиев, Рустам Рузеев, Тобольское время. Снегопад оставил след не только на улицах Тобольска, но и отразился на уровне воды в Иртыше. За сутки он вырос на 16 сантиметров и сейчас составляет почти два с половиной метра. По словам специалистов, эта цифра не критичная. Уровень воды находится в пределах нормы. В целом, интервал ожидаемых значений уровня весеннего половодия Ирки-Ртыш по пункту город Тобольска составляет 580-720 сантиметров над нулем по 100. В прошлом году наивысший уровень составил 630 сантиметров. И применительно к городу Тобольску приемлемый уровень воды – это до 7 метров. Специалисты ведут ежедневный мониторинг и заблаговременно принимают необходимые меры на случай большой воды. По данным специалистов, начало ледохода ожидается с 10 по 20 апреля. В прошлом году ледный РТШ тронулся 15. По многолетним данным, самый ранний ледоход был 6 апреля. Но бывали случаи, когда ледный РТШ пошел и 11 мая. За прошедшую ночь ухудшилось состояние двух больных, которые находятся в Тюменской областной инфекционной больнице на изоляции. Это мужчины 40 и 50 лет. У них наблюдается пневмония на фоне коронавирусной инфекции. Мы, чтобы не рисковать их здоровьем, по решению консультации с врачами, в том числе с Москвой, с федеральными центрами медицинскими, перевели их на искусственную вентиляцию легких. Будем наблюдать. Все необходимое для их лечения и оборудование, и лекарства у нас есть. Мы в данном случае просто перестраховываемся для того, чтобы их состояние, ну так сказать, не вошло в кризисный вариант. Таким образом, пятеро пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Все остальные в удовлетворительном состоянии. Из 18 заболевших четверо уже выписаны. Троих планируют выписать 9 апреля. И об экономической стороне пандемии. Президент России Владимир Путин на недавнем совещании с руководителями субъектов федерации поручил выплачивать пособия по безработице всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта. Выплата будет осуществляться с апреля по июнь в размере МРОД 12 130 рублей. В Тюменской области ждут необходимые нормативные документы для реализации поручений. На максимальный размер могут претендовать определенные категории граждан. На пособие в максимальном размере имеет право претендовать человек, стаж которого составляет 26 недель в 12 месяцах, то есть в последнем году, предшествующих дню подачи документов в службу занятости. Не имеет права на максимальный размер пособия по безработице человек, который, соответственно, не имеет этого стажа, либо который был уволен по виновным основаниям. А те, кто работают и считают, что их права нарушены, могут обратиться в государственную инспекцию по труду. Некоторым льготникам разблокируют транспортные карты. Это решение штаба по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области. Исключение было сделано для медицинских работников, работников, которые ежедневно трудятся и поддерживают безопасность и санитарно-эпидемиологическую обстановку в области. Такие граждане, такие люди могут обратиться в департамент здравоохранения Тюменской области и получить соответствующую карту, которая не будет заблокирована. Если медработник является сотрудником государственной или федеральной структуры, карту должен предоставить департамент здравоохранения Тюменской области. Работникам частных организаций выдать карту должны в управлении областного Росздравнадзора. Остальным льготникам карты разблокируют, когда закончится период самоизоляции. Но кроме борьбы с пандемией, медики продолжают и обычную работу. Новый вид медицинской помощи при повреждении локтевого сустава стал доступен табликам и жителям района. Травматологи областной больницы номер 3 в свою практику внедрили уникальную методику хирургического лечения. Она позволяет пациентам быстро восстанавливаться после перенесенной травмы. Подробнее расскажет Елена Макова. К таким операциям табольские хирурги-травматологи были готовы. Они освоили методику, в лечебное учреждение приобрели специальные материалы. Врачи 3-й областной больницы, можно сказать, первые в регионе стали выполнять эндопротезирование головки лучевой кости. Это методика хирургического лечения поврежденного локтевого сустава в разы эффективнее прежних подходов лечения. При выполнении эндопротезирование достигается восстановление двигательной функции в локтевом суставе, длины локтевой кости и опорной ее функции. Мы считаем, что такая операция, она необходима. Она позволяет в ранние сроки пациента реабилитировать. В результате часовой операции хирурги взамен поврежденного сустава устанавливают титановый имплант. После такого вмешательства гипс не нужен, поэтому пациенту сразу назначают занятия лечебной физкультурой. Через 2-3 месяца пациент может вернуться к привычной жизни и даже заниматься спортом. Я там пролежала недолго, все быстро восстановилось, все зажило, никаких неосложнений, патологий, ничего нет. Я очень рада за это. Рука двигается, я ее все делаю. Страха такого нету. И кручу, и верчу. И даже, вы знаете, бывает тяжести немного поднимать. Сначала думала, боялась, что нельзя тяжести оказываться, можно слегка все равно поднимать тяжести. Из-за редкости подобных травм пока было проведено две таких операции. Пациенты поступили в больницу экстренно со скольчатыми переломами локтевого сустава. Но хирурги готовы в полном объеме помогать больным с такой травмой. В любое время любому пациенту выполнить такую операцию. Протезы у нас есть в достаточном количестве, достаточно размеров. Поэтому мы будем делать и делаем это строго по показаниям. И пациенту именно тот имплантат будем ставить можем, который ему необходим. Своим опытом тобольские травматологи намерены делиться с коллегами из других городов. Елена Макова, Тобольское время. В самоизоляции людям по всему миру не хватает не только живого общения, но и возможности путешествовать. Посетить красивые места даже самых далеких уголков планеты и культурно провести время можно и сегодня. В этом убедилась Анастасия Плеснина. Всем привет! Это Тобольское время. Мы дома вместе с вами. Посетить самые известные христианские святыни мира. Оказаться в местах, где происходили библейские события. И все это не выходя из дома. Виртуальный 3D-тур по храму Гроба Господня создавался специально для людей с ограниченными возможностями. Но сейчас в этот период он доступен каждому из нас. Итак, максимально, конечно, реалистичная картинка. Вот мы проходим от святого двора, заходим в храм. Здесь перед нами камень помазания. На самом деле все это время нас с вами сопровождает аудиогид, который рассказывает историю каждого места и символа. Часовня главы Адама. В глубине часовни Адама видна природная скала Голгофы с трещиной, которая образовалась от землетрясения в момент смерти Иисуса на кресте. Среди стран, массово посещаемых туристами, Иерусалим одна из самых дорогих. Такое путешествие вместе с посещением этих святых мест обошлось бы нам в сумму не менее 150 тысяч рублей. Но мы с вами сейчас совершенно бесплатно прямиком из Иерусалима отправляемся в Санкт-Петербург, в Эрмитаж. Здесь мы тоже можем с вами прогуляться, разглядеть в деталях творения прошлого, узнать о них и даже заглянуть за закрытые двери музейных хранилищ. Александринский театр открывает двери онлайн-посетителям в афише «Баня Маяковского», «Лебединое озеро», также «Большой театр» показывает онлайн-трансляции своих балетов. И еще много-много дверей сейчас открыты для вас, дверей, в которые вы, возможно, мечтали войти или вернуться. И не только в России. Это и Парижский Лувр, и музеи Нью-Йорка, Лондона, Берлина. Отправляйтесь в путешествие прямо сейчас и оставайтесь дома. Деловой партнер программы «День за днем» салон мебели «Мебель Астер». Создание неповторимого дизайна вашей мебели и эксклюзивные элементы вашего интерьера. Качество, стиль и индивидуальность – все это «Мебель Астер». Цените комфорт? Предпочитаете доверять профессионалам? Выбираете экологичные материалы и бережете свое время? Обо всем этом позаботится «Мебель Астер». Изготовление корпусной мебели и мягких стеновых панелей. Подборка и установка встраиваемой бытовой техники. Профессиональные консультанты, опытные мастера. Ценим ваше доверие. Ваш комфорт в надежных руках. «Мебель Астер». ТЦ «Роман». Первый этаж. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98. Или оставьте сообщение в официальных группах «Тобольского времени» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на «Тобольском времени». 10 апреля. Днем в Тобольске ожидается 4,7 градусов тепла. Ночью около нуля. Облачно с прояснениями. Ветер южный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин